МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Для самых главных жителей города – малышей в промышленном районе Самары в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство детского сада на 240 мест. Омовение в купеле, освящение воды и службы в храмах. Православные верующие празднуют Крещение Господне. Получить кэшбэк, приобрести билеты на проезд и даже войти в подъезд своего дома. Какие возможности дает карта жителя Самарской области? Высокое предназначение. В Самарском доме журналистов обсудили наставничество в сфере культуры. Музыка, рожденная в бою, в Самарском доме офицеров состоялся патриотический концерт Большого сводного военного оркестра. Для самых главных жителей города – малышей. В промышленном районе Самары продолжается строительство детского сада на 240 мест. Специалисты уже завершили монтаж ограждающих конструкций. В настоящее время ведутся работы по возведению третьего этажа здания. Сегодня их ход проинспектировала глава города Елена Лапушкина. Когда дошкольное учреждение откроет свои двери для детей, узнала Ольга Павлова. Комфорт, удобство и доступность дошкольных учреждений для Гусена Курбанова имеют особое значение. У жителя Самары четверо внуков, один из которых совсем скоро пойдет в детский сад. Вы представляете, сколько детей в этот садик пойдут? Тем более здесь рядом не было современный садик, очень комфортный. И демография в России в последнее время она реально пошел рост, скажем так. По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, включая Ясельный, и находится в границах улицы Воронежская, проспект Кирова и Старозагора. В настоящее время на объекте установлены ограждающие конструкции. Ведутся работы по возведению третьего этажа здания. Осуществлен монтаж модульной котельной, идет монтаж вентиляции. Уже на 4% обустроены внутренние инженерные системы отопления. В ближайшее время, как только завершаем третий этаж и ограждающие конструкции, устанавливаем окна и витражи. После того, как включим отопление первого этажа и подвала, примерно неделя прогрева, приступаем к работам по отделке. Детский сад строит по такому же проекту, по которому возводили дошкольные учреждения по нацпроекту «Демография» на Подшипниковой и Ташкентской. Они были сданы в эксплуатацию в прошлом году. Всего за пять лет, благодаря федеральной и региональной поддержке, в Самаре построено семь детских садов. Общее число созданных мест – более полутора тысяч. Очередность дошкольных учреждений за это время удалось снизить в шесть раз. На сегодняшний день в Самаре дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах. Реализация нацпроекта «Демография» продолжается. Конечно, мы приближаемся уже к решению задачи, которые были поставлены президентом по обеспечению всех детей дошкольным образованием. Несмотря на те морозы, которые были у нас в начале января, строители идут по графику, практически не отстали ни на один день. Место строительства детского сада в границах улиц Воронежская, проспект Кирова и Старозагора было согласовано с жителями ближайших домов. Ранее на этой площадке находились незаконно установленные постройки и гаражи. Открытие дошкольного учреждения самарцы ждут с нетерпением, ведь появятся не только дополнительные места для малышей, но и квалифицированные педагоги, которые помогут детям в социализации. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Три были оборудованы при храмах в честь святого преподобного Сергия Радонежского по адресу Черемшанской 244А, в честь святителя Спиридона Тремифунского на Советской армии 251Б, в честь Казанской иконы Божьей Матери на улице Коммунистической. Но главная купель традиционно расположилась на полевом спуске. Администрация Самары установила там теплые палатки для переодевания, освещение, деревянные сходни в прорубь и железные ограждения по периметру. Проверить, соответствует ли территория требований безопасности в Крещенский сочельник, приехали глава Самары Елена Лапушкина и начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Мы сегодня с начальником главного управления МЧС России по Самарской области как раз и приехали сюда, чтобы посмотреть, как организовано купель и насколько здесь безопасно. Мне кажется, все организовано более чем достойно. Есть яркое освещение, работаю спасатели, есть деревянные настилы, есть ограждения, теплые раздевалки, где можно раздеться. И, конечно, горячий чай, если кто совсем замерз. Хочу обратиться к нашим жителям, чтобы тоже были крайне осторожны, чтобы наша добрая, святая традиция не обернулась какими-то происшествиями. И, конечно, поздравляю всех с Крещением, с пожеланием мира, добра, любви и всего самого хорошего. Администрация города Самара организовывает место для купания, где мы с вами сейчас находимся. Администрация подготовила теплые места для раздевания, для одевания. Место безопасно подготовлено. Организовано дежурство спасателей, дежурство полиции, медиков. Всего более 110 человек обеспечивают безопасность здесь на полевом спуске и 22 единицы техники. Священники уверяют, нырять в прорубь на крещение вовсе не обязательно. Не стоит рисковать здоровьем тем, у кого сердечные заболевания и больные почки. В 12 часов ночи можно принять душ дома. Ведь главное на крещение не погружение в прорубь, а искреннее раскаяние в грехах. Можно подчеркнуть, что купание является лишь нашей русской доброй традицией. Кронический церковь говорит, что это необязательно. И, конечно же, мы однозначно говорим, что при купании в купеле или дома, или здесь на Волге грехи человеческие не смываются. Грех – это лично ваш поступок, и поэтому грех можно искупить только вашим тесточердечным покаянием. Большинство тех, кто все же решился в эту ночь на погружение в прорубь, рассказали, что делают это регулярно и не одно десятилетие. Практикую регулярно, каждый год, поэтому, в общем-то, дело это привычное. На целый год прибавляется, как говорится, здоровье и оптимизма. Настроение повышается, энергии добавляется, и, собственно, больше идей, больше планов, больше мыслей. На полевом спуске в Самаре в этом году на крещение за безопасностью следят более 110 спасателей. Дежурство продлится до вечера 19 января. Всего же в регионе подготовлено 74 места для купания, 31 место на открытых водоемах, 25 – при храмах и церквях, и 17 – на родниках. Все места соответствуют требованиям безопасности, которую в общей сложности обеспечивают более 1100 человек и 350 единиц техники. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В храмах в этот четверг прошли крещенские богослужения. На утренней службе в церкви Матроны Московской побывал наш корреспондент Ксения Баканова. Это один из 12 важнейших христианских праздников. Он связан с событием земной жизни Иисуса Христа, Его крещением, которое свершил в реке Иордан пророк Иоанн Предсеча. Главное для православных христианина в этот праздник, в крещении Господней, побывать в храме на богослужении, возможности поучаствовать в таинстве, исповеди, причастии, осветившую воду крещенскую взять домой для своих родных, для близких. Несмотря на будний день в церкви Матроны Московской десятки верующих. Они ставят свечи, благодарят и просят каждый о своем. Валентина часто посещает это место. Уверена, что искренняя молитва в этот день непременно будет услышана. Главное – просить Господа от чистого сердца. Господь Бог тогда помогает. Не только мне конкретно, но и всей моей семье, близким, в радости и в горе. Мы всегда должны приходить в храм, молиться и благодарить Господа за все его благодеяния, за все то, что он делает для нас. По словам прихожан, в церкви в праздник крещения особенная атмосфера. У меня просто какой-то, знаете, полет какой-то. В душе так хорошо, светло, радостно. В храме всегда так, заряжаешься только положительно. Сразу после окончания службы священник совершил чин освящения воды. После обряда происходят окропления алтаря церкви и верующих, которые ждут этого момента с нетерпением. В храме по традиции христиане набирают освященную воду. По словам верующих, она обладает особенной благодатной силой. Вода не портится и хранится в течение всего года. Хранить воду рекомендуется дома, желательно возле икон. Пить ее лучше с утра натощак или вечером перед сном. Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет 95%. Сейчас на стадии завершения бетонирования фундаментной плиты. Переустройство инженерных сетей в границах будущего станционного комплекса завершено на 75%. В зоне метростроя на Полевой и Новосадовой стартовый котлован планируют подготовить к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Все работы находятся на ежедневном контроле регионального заказчика, подрядчика и администрации Самары. Напомним, что с появлением новой станции метро время в пути по ветке составит 20-25 минут. Интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. Количество составов на линии увеличится. По расчетам специалистов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. «Театральная» позволит как жителям отдаленных районов добираться до центра, так и наоборот жителям исторической части города до отдаленных районов. Это действительно самый удобный общественный транспорт, поэтому могу только порадоваться за всех жителей, которые им пользуются, и которые смогут легко и быстро приезжать в исторический центр, любоваться Самарской набережной и архитектурным наследием. Умные системы для повышения комфорта и удобства жителей региона и города. При помощи карты жителей Самарской области теперь можно не только обналичить кэшбэк, приобрести билеты на проезд в общественном транспорте, получить скидки, но и войти в подъезд своего жилого дома, приложив пластиковую карту к домофону. Как оформить услугу и сколько ждать синхронизации карты с умным домофоном, узнала Ольга Павлова. Легкий взмах руки карты жителей Самарской области превращается в ключ от умного домофона. Новая бесплатная и удобная функция пришлась по душе пенсионеру Дмитрию Крутову. Карты жителей он пользуется с прошлого года и видит в ее наличии ряд преимуществ. С ее помощью он подключился на тариф одного из операторов сотовой связи, смог обналичить кэшбэк и неоднократно получить скидки в магазинах. Теперь Дмитрий, без труда приложив карту жителей к умному домофону, может войти в подъезд своего жилого дома. Тем более там не только на домофон своего подъезда, но еще и дополнительный адрес, то есть допустим там либо родственники, либо друзья. Новая опция подключается в течение трех рабочих дней после подачи заявки, которая оформляется онлайн. Для того, чтобы вот жителю, если установлен умный домофон, уже пользоваться картой жителей Самарской области в качестве ключа, для этого не нужно никуда идти, чего-то ждать. Достаточно обратиться на сайт программы карты жителей Самарской области, и ваша карта превращается в ключ. Проект карты жителей Самарской области реализуется с 2021 года. За это время владельцами карт стали более 40 тысяч жителей нашего региона. Альтернативным способом открытия дверей пластиковой картой смогут воспользоваться более трех тысяч самарцев. Примерно столько умных домофонов сейчас установлено в черте города. При этом компании, ответственные за предоставление услуги, гарантируют сохранность личных данных, которые предоставили владельцы карт при их оформлении. У нас обеспечены все необходимые меры безопасности. Это средства криптографической защиты информации при передаче данных любым контрагентам и так далее. То есть за этот счет мы отвечаем в полном объеме. Установка умных систем направлена на повышение комфорта и удобства жителей региона и города. Стоит отметить, новая услуга для держателей карты жителей Самарской области предоставляется бесплатно при условии, если у абонента нет задолженности за использование домофона. Возможность использовать карту в качестве ключа от домофона – очередной, но не последний этап развития проекта «Карты жителей Самарской области». В ближайшее время специалисты планируют реализовать еще несколько новых сервисов на базе карты. Ольга Павлова, Константин Головин. События. РКС Самара успешно реализует программы «Вода с улицы в дом» и «Удобство с улицы в дом». И главная цель – избавить город-миллионник от колонок и выгребных ям, которые являются архаизмами и зачастую представляют прямую опасность для горожан. Красноглинский район города стал первым, где теперь за ненадобностью больше нет ни одной водоразборной колонки. Все дома подключены к центральному водоснабжению. Подробности расскажем в следующем материале. Жители Красноглинского района первыми в городе могут заявить, что у них во всех домах проведена холодная вода. Сотрудники РКС Самары демонтировали последнюю водоразборную колонку в этом районе. И если раньше горожанам приходилось каждый день ходить с ведрами за водой, то теперь об этом с радостью забудут. И в мороз, и в югу идешь, все равно. А куда деваться? Вода – это все. Без нее нельзя не жить никак. А теперь я прям как в раю. Спасибо большое всем, кто принимал участие. Работы по подключению домов к центральному водоснабжению ведутся в рамках программы РКС Самара «Вода с улицы в дом». Большую помощь в этом оказывают администрации внутригородских районов. Их сотрудники ведут разъяснительную работу с жителями, организуют коллективные подключения. Главе Красноглинского района Вячеславу Коновалову торжественно вручили символ ушедшей эпохи – ведро, которое наполнили конфетами. У всех жителей района вода в доме. Отрадно, что и есть губернаторская поддержка со стороны администрации города, но и отдельно хотелось бы отметить руководство Красноглинского района. И поэтому благодаря именно совместной работе мы получили конкретные результаты. За время действия программы только в Красноглинском районе воду завели в 24 дома и демонтировали 78 колонок. В планах – обеспечить централизованным водоснабжением всех жителей Самары. Андрей Грагулинко, Григорий Плешаков. События. Управление ФСБ России по Самарской области регулярно проводит комплекс профилактических мероприятий по противодействию терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В декабре учения прошли в аэропорту Курумыч. В них приняли участие сотрудники УФСБ, Средневолжского линейного управления МВД на транспорте, Росгвардии и службы Центра транспортной и авиационной безопасности аэропорта. Во время учения отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с обнаружением подозрительного предмета с признаками взрывного устройства. Участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий и практических действий при выявлении прямой угрозы и непосредственного совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, с последующим установлением и задержанием лиц, планировавших совершение диверсионно-террористического акта и обезвреживанием обнаруженного самодельного взрывного устройства. Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению. В год педагога и наставника, который объявил президент России, в Самарском доме журналистов пройдет серия встреч. Первую из них посвятили наставничеству в сфере культуры. Подробности у Светланы Тимофеевой. Наставничество в культуре. Насколько это возможно? Сегодня в Самарском доме журналисты искали ответ на этот вопрос. За круглым столом собрались представители разных творческих профессий. Профессора Института культуры и Самарского госуниверситета, главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова, председатель Самарской областной организации «Союза журналистов России» Ирина Цветкова. Собравшиеся задались вопросом. Если творческий процесс сугубо индивидуален и не нуждается в руководстве, можно ли говорить о наставничестве? Вела круглый стол Ирина Лукьянова, которая с сегодняшнего дня стала главным редактором газеты «Культура. Свежая газета». На мой взгляд, это вполне возможно в любой профессии, связанной с культурой именно наставничество. Потому что есть люди, которые действительно уже добились определенных успехов, и они могут щедро делиться своим опытом. Принцип наставничества активно реализуется в единственном творческом вузе Самарской области. Ну, как творчество без наставничества, мне кажется, это вообще абсолютно невозможно. Я скажу, что сам принцип наставничества у нас начинается задолго до того, даже как студент попадает в вуз. Это и курсы для абитуриентов, это, возможно, те школы искусств, в которых есть театральное отделение, которые курируют и ведут наши педагоги. По словам доктора филологических наук Сергея Голубкова, вопрос наставничества в сфере культуры сложный, и ответ на него неоднозначный. Культура связана с разными формами деятельности. Например, кино и театр – это коллективный труд, а писательская деятельность – индивидуально. Для меня больше привлекательнее, наверное, судьбоносная встреча, когда есть какой-то крупный писатель, с которым молодой писатель, ну, всего разных обстоятельств, встретился, и он ему подсказал. Тут можно вспомнить Короленко, который подсказал многое Горькому. Тут можно вспомнить великолепного Макса Волошина, у которого тоже получил неплохую подпитку и консультацию и Алексей Николаевич Солстой, наш земляк, и Саша Черный, и Владимир Набоков. И таких примеров достаточно много. Президент России Владимир Путин 2023 год объявил годом педагога и наставника. Собравшиеся сегодня за круглым столом решили, что наставничество в культуре не только возможно, но и необходимо, но формализовано назначать его нельзя. Наставничество – это высокое предназначение. Светлана Тимофеева, Максим Гусев, События. Самарцы направляют их по почте в разные регионы России. Самарские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили шевроны с изображением Богородицы. Технологию производства разработали самарские мастерицы совместно с настоятелем храма трех святителей. Об этом сообщила руководитель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина. По ее словам, самарские шевроны просят бойцы из других направлений. Самарцы направляют их по почте в разные регионы России. Музыка, рожденная в бою в Самарском доме офицеров, состоялся патриотический концерт Большого сводного военного оркестра. Программу подготовили ко дню образования военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Какими произведениями военные музыканты порадовали самарцев, расскажет Александр Гусева. В честь 102-й годовщины со дня образования военно-оркестровой службы в Самарском доме офицеров состоялся патриотический концерт. Военные оркестры Самарского и Тотского гарнизонов совместно с солистами и музыкантами Самарской филармонии, концертного духового оркестра, студентами училища и Самарского государственного института культуры поделились с самарцами своим искусством. Главная миссия – это дарить людям эмоции, дарить людям радость, то есть делиться прежде всего этим. Конечно, самый лучший праздник – это немножко отдохнуть, потому что работы достаточно много. А не снимая с себя обязанности артиста, прежде всего, конечно, наш отдых, собственно говоря, был сегодня на сцене. То есть получив обратную связь от публики, получив это настроение. Музыканты исполнили как новые композиции, так и всеми любимые мелодии. Зрители не только поддерживали аплодисментами, но и подпевали. Я благодарен всем организаторам, которые проделали колоссальную работу, чтобы доставить зрителям, слушателям такой прекрасный концерт. Они сделали колоссальный труд, собрав такой хороший творческий коллектив. И в первую очередь я хотел бы выразить слова благодарности организаторам, которые смогли создать вот этот праздник для наших самарцев. Лучше познакомиться с творчеством военных музыкантов жители города смогли благодаря работе российского военно-исторического общества, в том числе в рамках международного проекта «Парад памяти». Во все времена военные оркестры находились бок о бок с солдатами, делили с ними все тяготы и помогали поддерживать боевой дух. Сегодня их задача остается прежней. Военные оркестры сейчас – это не только парады, как я уже говорила и со сцены, это в первую очередь боевой дух нашей армии, это боевой дух наших военнослужащих, наших солдат, но и всех нас, потому что мы понимаем, для того, чтобы победить, должен мобилизоваться каждый из нас на своем рабочем месте. Сегодня военно-оркестровые службы активно участвуют в патриотических концертах, выступая как для военнослужащих, так и для гражданских. Самарские зрители всегда тепло и радостно принимают духовой оркестр. Конечно же, мы теперь будем делать все для того, чтобы духовой оркестр звучал в Самаре и области чаще. Мы сейчас разрабатываем проект с Российским военно-историческим обществом, который будет направлен не только на исполнение музыкальных произведений, но и также немножко на образовательную сторону, где мы будем рассказывать о том, как создавались некоторые музыкальные произведения, в каких условиях, кто писал. Прошлым летом в областной столице отгремел второй сезон летних вечеров духовой музыки, где военный оркестр выступал возле памятника черным гусарам. Этот проект стал очень популярен у самарцев, поэтому в этом году музыканты откроют третий сезон. Александра Гусева, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре произошел пожар. Загорелся одноэтажный дом по адресу Арцебушевская, 110. На место выехали сотрудники экстренных служб и районной администрации. По информации регионального управления МЧС, есть один погибший. В телеграм-канале Департамента транспорта Самары сообщили, что перекрыты движения на улице Арцебушевской, от Маяковского до Ульяновской, в оба направления. Движение трамваев номер 5, 20, 20, К, 22 в направлении центра города осуществляется по улице Полевой, Мичурино, Клинической, Чернореченской через ЖД-вокзал до улицы Чапаевской. В обратном направлении по Красноармейской через ЖД-вокзал, потом по Чернореченской, Клинической, Мичурино, Полевой до проспекта Ленина. Далее по маршруту. Трамвай третьего маршрута следует через ЖД-вокзал, маршруты номер 4 и 23 по улице Чернореченской. Руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова приглашает подписаться на страницу муниципального центра управления ВКонтакте. МЦУ обрабатывает, анализирует, передает в работу профильным подразделениям запросы и обращения жителей. Проводит опросы по социально значимым темам, рассказывает о жизни города. Это площадка коммуникаций для решения вопросов городского хозяйства. В составе МЦУ специалисты департаментов администрации Самары и внутригородских районов. 24 на 7 они на связи с жителями города. В этом году благоустроят 6 дворов Кировского района Самары. Там отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуарные дорожки, а также установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием. Благоустройство будет проводиться с учетом пожеланий жителей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Приступить к работам планируют в апреле этого года, сообщает телеграм-канал Кировского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова